Ко мне на обзор попало сразу три ответвления новой модели бутс от DEMIX. Бутсы, футзалки и сороконожки. И в этом видео мы выясним, стоят ли они своих 7000 рублей. С вами я, Лев, канал Good Boots. Присаживайтесь поудобнее, друзья, и мы начинаем. Давайте вкратце разберем, из каких основных частей состоит данная модель бутс. Материал верха. Это классика 2023 года. Тканевый верх, покрытый сверху слоем синтетики. Материал в меру тонкий, но ощущается очень плотным. Классического язычка в данной модели нет. На подъеме расположена тянущаяся ткань с прямой шнуровкой. Ткань отлично стягивается, из-за чего нет никаких проблем с надеванием бутс. Пяточный каркас внутренний, а внутри бутс находится мягкая подушка из хороших материалов. Стелька с технологией Enerblast Fill. Естественно, у всех моделей разные подошвы. После того, как мы вкратце рассмотрели данную модель, давайте теперь посмотрим детально, как все работает. Начнем с футзалок. Футзалки, как ни странно, я тестил не в зале, а на другом хорошем покрытии, на резинке. По первым ощущениям, данная модель мне показалась немного ластообразной. И это не связано с тем, что они мне немного велики, просто у них силуэт сам по себе кажется длинноватым. И первое время обычная чеканка представляла из себя невыполнимые испытания. Чеканка получалась с трудностями, но нормально, пойдет. Да и в целом, чувство мяча было нормальное, никаких звезд с неба эта модель не хватает. Материал верха тонкий, ну, по крайней мере, таким кажется. И реально, ты трогаешь материал, и тебе кажется 2-3 миллиметра этот материал, и все. А на самом деле, ты надеваешь бутсы, и они прям плотничком. Прям материал очень сбитый, и сделан он из нескольких слоев спрессованных, из-за чего этот материал придется, ну, разбивать. 2-3 недели минимум. К моменту записи данного видео у меня материал еще ни на одной из моделей не разбился. Все передачи, отыгрыши со стенкой и другие технические приемы ощущались немного дубоватыми, но при этом мяч все равно чувствовался, чувствовался как в обычной бюджетной модели бутс. И требовать от данной модели что-то сверх нереального трудно. Если говорить про подошву, то рисунок подошвы у нас идет елочкой, и эта тракция очень хорошо работает на данной подошве. Никаких проскальзываний на влажной резинке у меня не было. И любые резкие движения и остановки работали на ура, и я был этому очень удивлен. Пенная вставка также никаких звезд с неба не хватает, как только я надел бутсы и чуть-чуть походил, сразу появились заломы на данной пене. Ну и при этом в комбинации со стелькой пена работает как нужно, как полагается бюджетной модели. Хотя опять же было бы интересно сравнить их с какими-нибудь другими демиксами или футзалками от стороннего бренда, поэтому если вам интересно, обязательно пишите об этом в комментариях. Подошва хорошая, меня она порадовала на улице, можно спокойно играть даже на асфальте, и при этом протектора вам хватит надолго, потому что он в меру прочный, при этом гибкий и позволяет вам выполнять всякие интересные элементы. Вердикт по футзалкам таков, средняя модель, среднее впечатление, средняя подошва, материал верха какой-то немножко странный для футзальной модели. А так в целом, ну как будто есть какая-то недосказанность о которых, мы дальше будем говорить уже в сороконожках и в бутсах. Сороконожки. Не буду ходить по одному и тому же месту, и я решил их затестить именно в ударах. Газон не очень высокий, ну и резинки здесь не очень много, поэтому это идеальная поляна для сороконожек. Честно, бить мне в данной модели понравилось, так как материал плотный, сбитый, и при этом не было никаких болевых ощущений после ударов, да и к тому же в комбинации с этим мячом все работало на ура. Хотите пробить на силу? Пожалуйста. Хотите пробить низом точно в угол? Тоже без проблем. Одним словом, в ударах они меня порадовали, правда. Вот знаете, когда вы начинаете делать какие-то, ложные движения, обманные маневры, вы мяч отпускаете слишком далеко, потому что материал не чувствуется как следует. Из-за этого, конечно, есть проблемы с касанием. Но при ударах это наоборот помогает, потому что материал твердый, из-за чего можно хорошенько жахнуть в нем. Пена в сороконожках абсолютно такая же, как и в футзалках, разве что перекрашена в желтый цвет. С тракцией в данной модели были проблемы, потому что то работало все хорошо, то работало наоборот не очень хорошо. Хотя я играл на нужном покрытии, а именно на низком газоне с резинкой. Ну и чуть-чуть влажное поле само по себе было. Не знаю, почему были проскальзывания, поэтому D-Mix, имейте в виду, этот момент, наверное, стоит доработать. И как бы не идеально звучало для данной модели, здесь впервые появились проблемы. Первое, это катышки. И знаете, в моем случае катышки появляются только тогда, когда я полностью вот насквозь протирал пятку, а здесь же появились после первой тренировки. И эта проблема решается либо убиранием бритвы всех катышек, либо просто заменой материала или какой-то дополнительной накладкой. Не знаю, D-Mix, ну, что за фигня, надо это решить. Второй главный минус, это большое количество свободного места внутри модели. И в пяточной части много места, и в боковых частях также много свободного места, так и еще и на подъеме, где увеличенная тканевая часть. А это значит, данную модель стоит брать на полразмера меньше и ребятам с очень высоким подъемом. Это не есть хорошо и при резких остановках, и быстрых движениях. У вас может стопа попросту встать как-то не так, и у вас получатся микротравмы, а то и какие-то серьезные травмы. Я думаю, никто подобного не хочет. Третий минус. Дубовая пятка, которую нужно будет разбить. У меня именно в сороконожках натерло пятку на левой ноге, из-за чего было не очень приятно потом двигаться уже в самих бутсах. Но пятка тут все-таки решаемый минус, и ее можно разбить. Вот у меня спустя пару тренировок все-таки она и начала прогибаться, из боков уже не такая твердая, поэтому этот минус, знаете, такой с натяжкой, но все-таки он присутствует, имейте это в виду. Ну и четвертый минус это внутренний материал, который сделан не очень качественно, из-за чего у меня носки из белых превратились в желтые. Получается, у меня теперь кастомные носки. Вердикт по сороконожкам таков. Неплохие удары, такая себе тракция и проблемы, о которых я сказал чуть ранее. И последнее это бутсы. Бутсы я тестил меньше всего, потому что большую часть мы протестили ранее. В них я решил затестить мелкий контроль на искусственном поле, а также тракцию самой подошвы. Немного мелкого дриблинга, особо ничем не впечатлился. Ну и подошва в грипп-тесте также себя хорошо показала. Бутсы хороши, но опять же все те проблемы, которые присущи сороконожкам и футзалкам, также есть в этой модели, поэтому они ничем не отличаются. Разве что подошвой. Ну и к какому же итогу мы пришли после того, как затестили актуальную модель во всех вариациях от Demix? Это хорошие бюджетные бутсы, но никак не за 7000 рублей, за 3-4 тысячи рублей, окей. Многие моменты нужно дорабатывать. В первую очередь это внешний вид, внутренняя пустота, ну и все то, что я сказал ранее. Очень надеюсь, что Demix рано или поздно придет к тому, что разработает собственную модель без всяких вдохновлений и прочего. Возьмет, выкатит и скажет, вот это топчик, берите, покупайте и кайфуйте. А так пока что, ну, много моментов нужно исправлять. В остальном же я советую только футзалки. Опять же, за 3-4 тысячи это прям окей. Играть на улице, играть с друзьями, но никак не для каких-то серьезных соревнований и занятий. Все-таки можно посмотреть какие-то другие модели в этом ценовом сегменте. А на этом все, друзья. С вами был я, Лев, и канал Good Boots. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете по поводу актуальной модели Demix. Вообще, покупали ли вы Demix до этого или планируете покупать. Обязательно пишите об этом в комментариях. Все нужные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Обязательно переходите в мой телеграм-канал, ведь там анонсы новых роликов и куча всего интересного про футбольные бутсы. Не забывайте подписываться на этот канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать самые актуальные видеоролики. Ну и, конечно же, ставьте лайк, если вам зашел ролик. Ну и на этом все, друзья. Это был обзор тест самой актуальной линейки бутс от Demix. Все, всем счастливо. Играйте только в хороших бутсах. Пока!